Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Если все создал Бог, то кто тогда создал грех? Бог греха не сотворил. Бог зла не сотворил. Бог не сотворил ничего того, что приносит вред ни душе, ни телу человеческому. Но сотворил Он нас не как игрушечные машинки. Отвел, отпустил, поехал. А как существ Ему подобных. И одно из богоподобных качеств – это свобода. И свободное существо, оно может выбрать что угодно. Даже небытие, даже смерть, даже зло. Иначе какое же оно свободное? Причем не существует антологически как бы зла как отдельной силы. Есть носители зла, допустим, те же бесы, сатана. Но зло есть лишь отсутствие добра. Как тьма есть отсутствие света. Пусть в темной-темной комнатке ты зажгешь слабенькую-слабенькую спичку или фонарика телефона, и уже не будет в ней темно. Будет сумрак, но не будет тьмы. Собственно, речь об этом. Антологически греха не существует. Это раковая опухоль на теле человека, на душе человека, на его воле, на его выборе. Не зря по-гречески грех буквально звучит как амортия промах. То, что ведет мимо цели. Это магнит, если хотите, под компасом, который направляет корабль по ложному пути. Это то, что приносит нам вред. То, что не дает нам достичь истинную цель. Сил тратишь много, усилий душевных, физических, психических, чему? А результат приходит отрицательный. Так что вот воля повредилась человеческая, и человек выбрал место послушания Богу, непослушания, место прощения, возмущения, ропот и обвинения. Вместо дружбы с Богом – дружбу с сатаной. Вместо постепенного возрастания в праведности и в добре – желание магическим способом сразу стать таким, какой есть Бог. Ведь такая задача на самом деле и стояла перед Адамом. Но надо было расти самостоятельно, а не съесть какой-то особый плод, который даст тебе быть как Боги. Ложное средство избрал Адам для того, чтобы обожиться. Можно плавно перетечь сейчас к искупительному подвигу нашего Господа Иисуса Христа, о том, как он стал для нас новым Адамом. Но это будет тема для другого разговора. А у Бога мы попросим, чтобы дал нам силы не быть как согрешивший Адам, а быть нам сыновьями, дочерями нового Адама, который даст нам силы совершать заповеди Отца Его, дабы быть с ним в вечности вместе, обоженными. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok